Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Во время съемок может произойти все что угодно, и в большинстве случаев никто не знает, что вот-вот с ними произойдет. В этом клипе показан репортер, который пытается установить камеру, но оказался в грязевой речке. Нам кажется, что скорее всего он не будет работать дальше с грязной спиной. Зря старался. Такие ролики нам нравятся больше всего, ведь присутствие животного в прямом эфире всегда предзнаменует что-то интересное. Сначала эти ведущие демонстрировали змею, как вдруг разъяренная ящерица тоже захотела попасть в кадр. Испугавшись ящерицы, которая прыгнула на его пальто, мужчина испытал поистине сильный шок. Это заставило ведущих и зрителей в прямом эфире буквально упасть со смеху, когда они узнали, что только что произошло. В этом ролике женщина запаниковала, так как подумала, что ее укусил медоед. Однако вскоре выяснилось, что это была лишь шутка. Когда идет прямой эфир, даже синоптик не может предсказать, что произойдет в следующую минуту. Как мы видим в этом клипе, девушка вела прогноз погоды и почти сказала, где и когда пойдет дождь. Но ее туфли решили разнообразить повседневные эфиры новыми трюками. Даже если бы вы могли контролировать все, естественные вещи часто не поддаются контролю. В этом ролике синоптик не смог удержать свой чих в прямом эфире. По такому же сценарию действует мужчина из этого ролика и, похоже, у природы есть действующий способ саботировать прямую трансляцию. Или это просто обычное совпадение? Как думаете? Мама этого корреспондента следовала за ним всю дорогу, чтобы во время прямого эфира подъехать и поздороваться с ним. Если хотите знать наше мнение, то это очень мило с ее стороны. Дональд Трамп в прямом эфире на известном ток-шоу позволил ведущему растрепать свои волосы. Однако он не думал, что это может плохо закончиться. И еще один небольшой совет. Перед тем, как выйти на улицу, убедитесь, что погода сегодня безветренная, особенно если у вас искусственные волосы. Случайные моменты в прямом эфире могут с легкостью превратиться из смешных в позорные. А самое неприятное в том, что эти ошибки совершаются на глазах у миллионов зрителей и никогда не могут быть стерты из их памяти. В этом ролике запечатлен один из таких моментов, когда ведущие в прямом эфире хотели бы вернуться в прошлое и исправить эту ошибку. Поговорим об идеальном совпадении. Этот телеведущий говорил о том, что все должны оставаться дома из-за крайне экстремальной погоды, если у вас нет реальных причин находиться на улице. Как вдруг на заднем плане из ниоткуда появились шутники и начали радоваться дождю. Казалось бы, ничего такого, но все же нам кажется, им стоило оставаться дома и подождать менее опасного дождика. В наши дни любой человек может оказаться в прямом эфире, независимо от того, хочет он этого или нет. Как мы видим в этом ролике, корреспондент в прямом эфире вел трансляцию в парке, когда внезапно в кадр вошла женщина и встала перед ним. Она начала кого-то звать, но сама того не знала, что за ней наблюдает вся страна. Этот диктор думал, что говорит со своей коллегой, но вскоре обнаружил, что говорит сам собой. Присмотритесь внимательно на то, как он держит микрофон. К счастью, ему быстро сообщили о проблеме. Этот ведущий рассказывал про погоду, когда на экране появилось что-то странное. Если вы уже догадались, то мы вам скажем, камера заинтересовала черного дрозда. Птица приблизилась к камере, пытаясь понять, что происходит. Во время отдыха кто-то пытается расслабиться, а кто-то хочет просто поспать. Ну а эта дама во время своего перерыва решила расслабиться под свою любимую музыку. Однако она забыла, что ее показывают по телевизору. Когда она наконец вернулась из своего танцевального гипноза, было уже слишком поздно. Но что же лучше? Танцевать в прямом эфире или быть мужчиной справа? Что думаете? Если вы думаете, что только люди могут выражать недовольство при помощи мимики, то мы вас разочаруем. Король джунглей тоже способен на такое. В этом телевизионном эпизоде в прямом эфире видно, как девушка пытается взять интервью у льва, но звезда шоу была явно чем-то недовольна. Скорее всего, девушка говорила не очень приятные вещи, раз у льва была такая реакция. В конце у него уже совсем лопнуло терпение. Продолжим тему с животными. В одном известном американском шоу гость решил продемонстрировать свою недавнюю покупку. Это была змея. Однако вскоре, как и планировалось, фальшивая змея выпрыгнула из корзины, напугав до смерти ведущего. Настоящая она или поддельная, он не стал выяснять, он просто сразу же убежал оттуда подальше. В то время, как этот парень пытался вести репортаж в прямом эфире, он совершил большую ошибку. Он был настолько сосредоточен на камере, что не заметил, как перед ним появился столб, и прежде чем он успел что-либо сказать, он врезался в него. Как бы мило они не выглядели, попугаи тоже любят красивые вещи, которыми мы пользуемся. И, конечно же, они достаточно смелые, чтобы получить то, что хотят. Даже если речь идет о воровстве в прямом эфире. Как вы можете видеть, попугай сидит на плече репортера и, похоже, наслаждается его обществом. Однако у него были другие планы. И прежде чем репортер смог понять, в чем заключается план, попугай снял с него наушник и улетел в свое гнездо. Репортер, вышедшая в прямой эфир из Лос-Анджелеса, совсем не ожидала такого разворота событий. Ее реакцию надо видеть. Репортер одного из каналов брал интервью у пловцов. Сев на край бассейна, он решил встать и поговорить с одним из пловцов. Но упал в воду, из-за чего сильно создал неловкий момент. Видимо, мужчину подвели его собственные глаза, и он не увидел, что ступенька закончилась. Репортер была на ярмарке, рассказывала о детях, которые выращивают коз. Но одна коза решила, что ей не нравится находиться в загоне. Она набросилась на нее, повалила на пол и даже вернулась, чтобы боднуть женщину еще раз. Мы в восторге от этого репортажа. Российская корреспондентка решила наглядно продемонстрировать, как пользоваться огнетушителем. Но, видимо, уроки ОБЖ она активно прогуливала. У репортеров не самая легкая работа, ведь они должны внимательно следить за тем, куда направляются. На этих кадрах журналист явно забыл про это. А здесь оператор решил подшутить над своей коллегой и сделал следующее. Но, как бы то ни было, никто бы не выглядел хорошо, когда лицо закрывают баннером со свиньей. Репортер во время интервью получила огромное удовольствие от этих съемок. Рискнет ли она еще когда-нибудь снимать там интервью? Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok